всем привет дорогие друзья подписчики и гости канала прошлом уроке мы с вами разработали форму для регистрации пользователя в twitter в этом видео уроке мы с вами попытаемся получить ленту твитов пользователя не буду голосованным сразу перейду к делам и кстати я тут немножечко внес изменения значит смотрите вот в этот segway этот segway у меня называется login segway который я убрал animated потому что я хочу увидеть анимацию данных элементов дальше вот этот segway я назвал home segway там у меня был tab tab view и так далее но он большой я его назвал home segway который нас кидает на home tab bar значит что еще в коде значит если мы перейдем в login view контроллер так это у меня не тут это вот тут вот и здесь заменил поменял название на home segway вот в принципе такие вот небольшие изменения перейдем в main storyboard предлагаю сделать форму для нашего вот этого таймлайна значит эту давайте view контроля расставим верну ему фон нормальный какой-нибудь ну точнее цвет по дефолту сделал кнопочку я удалю она нам не нужна и так кнопочка удалилась ну и теперь необходимо создать интерфейс значит создавать интерфейс будем наподобие если перейти в сафари зайти в twitter наподобие например давайте вот этого твита на смотрите что у нас будет у нас будет картинка потом имя автора потом этот как скрин нейм время создания твита картинка и текст ну или текст твиттера и либо картинка и у нас будет три кнопочки это ответить ретвит и лайк вот на подобие вот этого мы будем делать сейчас интерфейс что я предлагаю я его прям записывать не буду как создавать потому что это ребята займет много времени я сейчас поставлю на паузу быстренько создам и снова включу видео про эти кстати в проекте у меня будет уже созданный интерфейс как бы вот называться проект будет twitter twitter стартер наверно вот так его назову можете его потом открытом уже будет этот интерфейс и так я снова с вами значит смотрите вот какой у меня получился интерфейс значит это обычный уаевью контроллер вот я ему прописал класс home view контроллер который мы использовали в прошлом уроке далее добавил ему navigation контроллер значит navigation контроллер здесь поставил титул home это у меня 2 2 tab bar item bar button item картинку я поставил icon ad user которую вы можете найти у меня в проекте значит картинки в нашел в интернете вот эту скачал который нам понадобится в этом уроке далее это тоже касается вот этого барбата на этом следующий барбата на этом это поставил титул убрал имидж поставил icon compose здесь мы будем писать twitter и здесь мы будем так здесь мы будем пользователя смотреть добавлять точнее поехали дальше на уаевью контроллер я поместил просто тейбл вью вот поставил constraint и делегат я не ставил вот сделаю это в коде дальше значит кстати ячейка значит у меня ячейка ну я 103 у меня получилось 103 высота ячейки далее это просто обычный вот это уае имидж вью это лейбл 1 лейбл 2 то есть здесь у нас имя пользователя скрин нейм это и точнее это имя пользователя вот это скрин нейм у меня вот например там собака верер там вот это лейбл который отвечает за дату здесь у меня дата там 28 0 3 стоит вот так же я сделал лейбл где у нас будет основной текст написан lines установил значение но использовать будем динамический подсчет высоты в зависимости от текста далее значит смотрите сейчас раскроют это далее у меня как вы видите находятся три кнопочки здесь вот эти кнопки у меня просто расположены на вьюшке это у меня вью будет как контейнер значит это у меня кнопка будет репли то есть ответить на твит но это ретвитнуть будет это будет значит лайк поставить но это тоже вот лейбл рядом с кнопочками лайк и ретвитнуть здесь просто значение условное стоит я поставил что в общем у меня вот такой вот интерфейсик будет он я его в проект приложу он будет называться twitter стат стартер вот можете его оттуда взять если не хотите создавать тут в принципе ничего сложного можете потренироваться далее предлагаю скачать на гитхабе библиотечку вот который будет нам позволять делать красивую анимацию для этих кнопочек вот если мы перейдем сафари так вот она эта библиотечка уже нашел нашел значит называется до favorite buttons она позволяет нам делать вот такие кнопочки красивую анимацию на кнопки то есть как вот за эти в твиттере ну тут можно либо подам добавить либо так вот тут показывается как использовать все это дело ничего сложного здесь нам только потребуется один файлик если мы зайдем сюда в d favorite button я вот этот файлик просто просто можете его скопировать себе и и добавить его в проект я уже это сделал у меня в проекте на найдете папку helpers вот он этот файлик и я его сейчас добавлю свой проект просто его перенесу сюда куда-нибудь делаем копия этом с их не вот выбираем его new group from selection это у нас будет хелпер то есть помогательные такие вот классы если мы сюда в него зайдем то вы увидите что это у нас и бы дизайн и был то есть мы можем настраивать нашу кнопку прям историю из интерфейс билдера ну и тут куча кода по работе скоро анимейшн значит предлагаю перейти в мейн storyboard и установить этот класс вот этим трем кнопочкам значит начнем с этой кнопочки сюда переходим устанавливаем класс до феврит батон так отлично заходим в инспектор атрибьют значит имидж ставим это у нас будет имидж айкон айкон репли выберите стрелочка дальше имидж хейт имидж вид я не знаю давайте поставим 19 там 19 так ну тут цвета цвета я думаю стать на не будем здесь проверим размеры ну да 2424 отлично с этой кнопочка разобрались она у нас будет такая вот здесь 2824 перейдем сразу сюда поставим тоже класс до феврит батон здесь уже это у нас будет ретвит то есть айкон ретвит выбираем здесь размеры какие-нибудь такие поставим 2222 вот так здесь 2824 ну нормально да и кстати где имидж колор он сделать зеленым то есть при нажатии на эту кнопку у нас она станет зеленой далее поехали у нас есть кнопка лайк феврит значит здесь ставим этот же класс до феврит батон здесь у нас будет айкон айкон феврит ну здесь какие размер давайте 1818 поставим такой имидж хейт до к ту 2424 и где тоже имидж колор он сделаем красный то есть при нажатии на лайк у нас будет в красный цвет окрашиваться так вроде в принципе все так это у меня дело уехала давайте обновлю вот этот интерфейс немножечко так значит обновлю сейчас все вот то есть вот так вот элементами все выстроились в ряд а еще кстати вам забыл показать одну штуку такую то сделал значит помимо вот этого у нас же помимо текста будут еще картинки например какие-то вот картинка она у меня вот называется медиа имидж view это вот если я сейчас покажу это просто у меня этот как во имидж view с такими размерами то есть у него ширина 512 вот а высота у него 0 то есть у нас будет когда картинка подгружаться я буду просто изменять анимировать констрейнты и она у нас будет как бы если будет картинка раскрываться красивенько вот поэтому я поставил значение 0 можете его да можете например растянуть там какую-нибудь картинку поставить но просто в ячейка будет здорово этом не очень это все красиво да и когда много у и имидж view потормаживать начинает у меня по крайней мере macbook старенький поэтому я вот медиа имидж view сделал такую вот таким вот именно видом так еще что а по поводу констрейнтов какие мы будем анимировать у него констрейнт значит анимация будет у нас производиться вот этой наверное констрейнт и сделаем он даже не наверное точно хейт то есть мы будем высоту изменять и также будем анимировать вот эту вот констрейнт top space здесь не видно ничего страшного отлично это все что касаемо вот этого вот интерфейса и так как вы помните в прошлом уроке мы зарегистрировали пользователя то есть если мы сюда перейдем в twitter клиент посмотрим вот значит мы зарегистрировали пользователя с помощью вот этих методов и с помощью вот этого вот get запроса very credentials вернули информацию о пользователе который был авторизирован значит существует более 20 категорий запросов для работы с ресурсами twitter если мы перейдем в safari на сайт dev twitter.com и в документацию выберем rest api вот я уже здесь нахожу вот они вот эти вот запросики вот можно проводить помощью этих запросов можно проводить операции с отдельными твитами там списками твитов или пользователями также существует возможность отправки сообщения конкретному пользователю поэтому предлагаю начать знакомства с api twitter с более простых так сказать вот этих вот функций значит в этом видео уроке мы будем с вами работать с timeline если мы сюда перейдем на этот пункт и вот у нас тут работа с timeline значит twitter api нам предоставляет несколько методов значит первый get status user timeline то есть это мы сможем просматривать ленту твитов других пользователей причем если они это не запретили в своем профиле вот этот вот get status с home timeline запрос предлагает как бы он позволяет нам просвать просматривать ленту наших твитов то есть того пользу под которым мы зашли ну то есть мы ну это просто обычный поиск при каких-то там твитов предлагаю начать и вот с этого запроса get status is home timeline кстати здесь можете почитать ну какие тут параметры используются тут max и d параметры это мы разберем с вами следующем может быть уроки как оптимизировать mass max и d окружение для 64-битной архитектуры в общем интересно тут об этом я наверное поговорю в следующем уроке значит предлагаю перейти на get status is home timeline значит будем использовать вот вот этот запрос для получения ленты твитов пользователя если мы спустимся ниже то мы видим некоторые параметры вот у нас есть тут параметр count который позволяет нам читать твит и читать последние 200 твитов то есть больше или равно 200 дефолт по умолчанию 20 стоит ну мы для примера вот для нашего будем использовать 10 первых твитов а дальше будем их уже получать но это будет следующем уроке также у нас тут есть параметр max и d что у нас там trim user в общем тут несколько таких вот параметров вот в результате вот этого запроса вот этого до запроса мы получим вот такой вот следующий ответ вот откуда мы будем уже брать информацию для нашего интерфейса который мы создали в xcode то есть нам тут понадобится какие вот параметры ну картинка там сам текст твита вот все это мы будем брать вот с этого запроса то есть у нас будет такой примерчик перед глазами вот это все что касаемо home timeline предлагаю теперь реализовать данный запрос перейдем в xcode перейдем в twitter клиент так и напишем где-нибудь наверное здесь давайте закомментирую значит это у нас будет get the home timeline of the current user ну как-то так значит создадим функцию назовем ее home timeline home timeline ну что она будет у нас принимать давайте так же как и вот это будет у нас принимать success так success только так только нам надо поехали пишем значит get принимать принимать уже не пользователя вот этого юзер tweet то есть нам необходимо сделать модель для твита поэтому заходим создадим в этой папке models новый файл здесь выбираем iosource swift файл назову его tweet так и назову так здесь импорт у айкид сразу делаем класс класс делаю твит все отлично пока он будет пустой там мы разберемся что будем получать уже его заполнен переходим в twitter клиент значит здесь мы будем получать массив твитов ну для начала у нас пока будет их 10 потом будем получим побольше ничего не возвращает далее это по поводу success ну и сделаем тоже файлуре файлур вот будет принимать у нас ошибку и ничего не возвращать отлично это у нас такая будет небольшая функция так вот у меня тут ругается но сач модуль почему ругается потому что я открыл другой файл другой файл сейчас секундочку закрою проект я открыл вот этот xcode project а надо вот этот где у нас подключен put так отлично заходим сюда так все теперь пишем значит get и выбираем первый метод значит сюда мы будем передавать вернемся safari так будем вот эту часть запросы передавать так параметры какие у нас будут параметры мы предлагаем для начала получить 10 твитов поэтому параметры за 10 твитов у нас будет отвечать каунт поэтому мы каунт передадим значение 10 так значит тогда давайте создам переменную точнее сюда пока напишу парамс парамс и создам переменную это у нас лет парамс так вот парамс значит у нас будет каунт это просто дикшенери и число 10 все то есть мы будем передавать сюда 10 твитов прогресс так прогресс у нас будет нил далее success success это у нас будет просто сюда идти task и response так еще у нас будет так success по-моему не туда записал task и вот так вот да response ну и failure это у нас если мы так распишем это у нас будет тоже task и просто error отлично сюда сразу мы поставим так где у нас тут failure error можете print написать будет так так success если у нас тут все нормально то мы будем распечатывать предлагаю распечатать response для начала просто посмотрим что получим вообще так так ну что теперь необходимо заполнить нашу нашу вот эту модель твит вот в принципе такой небольшой запросик перейдем в твит . swift итак нам необходимо создать модель нашего твита для этого необходимую нам поля которым будем использовать откуда их взять помните в twitter клиент если мы перейдем я уже здесь сделал сейчас покажу print response вот мы этот response распечатаем прогоним через какой-нибудь json editor которым нам нормальную форму его приведет ну и затем выберем нужные нам эти самые поля только давайте перейдем в main storyboard у меня тут некоторые ошибочки появились значит смотрите я тогда кнопочки эти ставил значит значит вот где favorite button иконку мы оставляем где button надо ее убрать а то у нас получается как бы двойная иконочка вот нам этого не надо вот тут тоже выбираем и где сердечко тоже выбираем отлично теперь дадим еще цел идентификатор наши ячейки сейчас выберу ее назову ее home цел чтобы этих сообщений не было так home цел отлично а вот эти вот сообщения так здесь dvd of favorite но он тут пишет что типа селектор уже деприкейтед надо его поменять на другой я ничего менять не буду в этих библиотеках поэтому ладно значит перейдем в home view контроллер нам необходимо получить response значит если я сейчас просто вызову метод home timeline с нашего twitter клиент то у нас приложение рухнет так как не созданы условия для выведения таблицы поэтому сделаем следующее создадим и обе аутлет вик вар ты был вью так ты был вью то у нас будет white table view она раб значит здесь мы подпишем ты был юна наши делегаты так ты был вью делегат это у нас будет сэлф 1 и на дата сорс нам еще дата сорс потребуется так ты был вью ты был вью дата сорс тоже делаем сэлф еще хочу сразу установить этот как его статус как его статус бар в этот статус бар ставил на назначение по умолчанию так значит пишем уай аппликейшн шард аппликейшн так статус бар ставил по умолчанию поставлю отлично теперь подпишемся на делегаты уай ты был вью делегат и на дата сорс дата сорс отлично ну и теперь необходимо их реализовать кстати вот это нам уже не понадобится метод иначе пишем ты был вью нам беру фу инс экшен давайте пока один верну дальше ты был вью так нам потребуется вот этот целфу рот индекс здесь стандартная надпись в цел ты был вью так 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 до куай так до квайра юз был вот этот выберу так рядом поставил home цел идентификатор ну тут просто индекс пач индекс пас и это у нас будет у это был вьюци и вернем просто цел ячейку так это сделал свяжем outlet с нашим view с нашей табличкой для этого выбираем home view контроллер переходим сюда и table view видео на табличку отлично перейдем обратно в home view контроллер ну и теперь необходимо вызвать нам этот наш метод home timeline поэтому пишем twitter давайте знаете что сделаем суда не будем писать и предлагаю вынести загрузку наших твитов в отдельную функцию так только мы здесь уберем это здесь поменяем на table view цел отлично пусть будет у нас функция называться reload data тем более этот метод пригодится на в будущем если мы захотим сделать refresh контроль и так поехали вызываем twitter клиент shared instance это оттуда вызываем этот home timeline за сюда будут приходить наши tweets здесь мы пока ничего делать не будем здесь у нас будет ошибка распечатаем эту ошибку error так как она там localized description вот так вот и вызовем этот метод во viewed it load reload data ну все предлагаю запустить приложение посмотреть какие данные нам придут так запустилось приложение вот пришли наши данные вот это джейсон пришел вот этого вот 10 вот этих твитов предлагаю теперь все это дело вставить в какой-нибудь редактор где мы можем уже нормально посмотреть поля откроем наш сафари вот тут у у меня есть джейсон эдитер онлайн .орг вот если я уже тут пробовал до вас вставлять этот код у меня там куча ошибок поэтому я не стал заморачиваться на редактирование этого кода сделал по-другому зашел в документацию twitter rest apis и вот где у нас get status home timeline если мы спустимся чуть ниже вот он этот наша респонс который здесь есть out signature generator вот мы здесь выбираем наше приложение сейчас я ребят обновлю и так выбираем наше приложение мы значит для примера вызовем этот это значит реквест сделаем и наш вот эти твиты каунт 10 10 штук возьмем так сделаем get out signature отлично и воспользуемся вот этой командой для того чтобы вывести этот запрос в терминале запустим терминал сразу ставлю все это дело сюда итак вот наш запрос появился значит вот где квадратная скобочка закрывается я это все дело копирую и закра и начинается вот он отсюда с квадратной скобочки копирую это дело закрываю вставляю в джейсон в этот джейсон едитор онлайн вставляю ну и теперь нажимаю вот эту стрелочку сейчас у меня продумается вот он выдал тут ошибку его не устраивает тут одна штука так вот вот она ошибка ну тут пишет ожидай запятую вместо звездочки значит файл убираю найти найти интересно звездочку найдет он готова нет найти звездочку так это вот она звездочка готова значит это дело вот ему не нравится предлагаю удалить отлично ну и теперь попробуем с а вот вот у нас эти 10 твитов получились видите в какой в красивой форме он все это дело сделал значит например берем первый твит вот у него тут есть поля которые нам понадобятся и сейчас мы начнем создавать модель переходим в xcode это делая уменьшу останавливаю приложение предлагаю перейти в нашу модель и сейчас мы будем ее заполнять перейдем сафари ну и поехали значит первое поле наверное нам понадобится время создания твита возьмем id твита это это значит его целочисленная часть это его строковая потом также возьмем текст этого твита кстати если вы не знаете что означает каждый каждое это поле можно вот зайти в документацию сейчас я вернусь обратно вот где статус get status home timeline здесь есть это возвращенная коллекция самому самых последних твитов вот нажимаем но сюда на tweets и вот у нас тут есть field git где мы можем посмотреть описание каждого поля вот created так делать вот created это то есть это время формате и тисе то есть когда был создан данный твит поэтому предлагаю сразу его нашу модель записать так перемена назову перемену зовут time stamp это у нас будет нас дэйта отлично теперь вернемся сафари что у нас тут еще есть entities entities нам тоже понадобится откроем favorite каунт это количество этих как его лайков favorite это очень favorite указывает на то был ли и этот вид лайкнут именно вот этим вот зарегистрированным пользователем вот это тоже понадобится перемена поэтому сразу сюда запишу вар так как там фейворитс давайте на фейворитс каунт количество лайков пока у нас ноль потом у нас там есть если перейдем что нам фейворит это у нас будет булл перемену сюда запишу фейворит 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 это у нас будет булл пусть будет пока булл так потом перейдем сюда что у нас еще есть геопозиция о и да я возьмем здесь они пишут что вот это целочисленное представление вот этого уникального идентификатора на этот вид и д то есть здесь говорится что число больше чем 53 битой вот у некоторых языков могут возникнуть трудности в интерпретации этого числа поэтому использование подписанного 64 битного числа вот необходимо использовать для хранения у этого идентификатора и причем он является безопасным вот ну или предлагают использовать и д стрим для безопасного хранения идентификатора в общем возьмем просто этот вид просто этот и д перейдем сюда назову переменную твит д это у нас будет у нас номер так значит что нам еще потребуется посмотрим и д стрим и на репли ту статуса д пока не нужен так лэнг язык place это не надо ретвит каунт ретвит это вот это понадобится сразу запишу сюда war ретвит как бы написать так ретвит каунт это у нас инт количество ретвитов сюда мы запишем war ретвит так war ретвит как-то так тут это у нас будет bull тоже далее какие нам еще понадобятся поля так source о текст текст твита давайте сюда запишу это будет у нас war текст это у нас будет нс-3 ну можно стрим и на стрим решим так потом посмотрим что еще нам потребуется это не надо юзеру кстати в юзер зайдем поле так значит вид взяли текст взяли вот entities у нас в у нас есть смотрите какие поля urls и медиа что это означает значит urls вот это вот это вот это значит сейчас раскрою это значит ссылки которые в которые вставляются в сам текст твита то есть знаете когда твит приходит там есть например ссылка и мы можем по ней пройти вот это вот и есть вот это вот urls а медиа это просто как бы но массив элементов которые были загружены в твит например там картинка там или еще что-нибудь данном случае вот картинка вот ссылка на картинку поэтому мы эти поля тоже возьмем потому что это у нас тоже был ссылкой будут картинки значит куда бы записать давайте сюда запишу war urls это у нас массив там поэтому дикшенери возьмем дикшенери 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 точнее массив ну ладно массив возьмем дикшенери так вы нашла армедия тоже нас дикшенери так и нас дикшенери так еще что нам потребуется нам потребуется аватарка пользователя его имя и скринный то есть скринным этого то что собака вот как у меня там было в интерфейсе вера значит нам надо зайти в юзер вот его name то есть первый канал ну и скринным channel 1 это вот у меня подписан на первый канал вот это вот и возьмем значит перейдем сюда обратно в модель значит пишем здесь у нас будет скринным так скринным это у нас просто и нас 3 но пшену потом автор нс 3 и надо аватарку его взять этого автора так аватарочка у нас будет где у нас тут кстати вот если вот тут в entities зайти вот где его там открывал вот у нас вот медиа здесь можете почитать зайти вот сюда и почитать какие объекты содержатся вот это urls эти ссылки на ссылки которые находятся в самом твите ладненько это поле закрою вот это значит юзер что у юзера есть вот это вот name вот это вот screen name это его profile image здесь нам потребуется взять так сейчас посмотрим поле вот profile background баннер вот нам надо вот это взять profile image url htps то есть это url основанный наш ттпс вот где хранится аватар аватарка картинка этого в общем аватарка пользователя поэтому тоже ее в модель запишем значит пишем ее аватар ой автор назову профайл пик как-нибудь url это у нас нс url отлично теперь необходимо с этими штуками разобраться у нас есть кнопки favorite на интерфейсе и retweet вот значит мы их обработаем значит смотрите установим observer децет на эти штуки значит если если мы например нажали на них если favorite тогда мы вот это значение favorite count увеличиваем на единицу на единицу вот на иначе а иначе просто уменьшаем то есть такой вот небольшой observer эту штуку мы поставим favorite на кнопку также дело сделаем с retweet так значит если retweeted если мы нажали тогда мы делаем retweet count 1 а иначе минус 1 общем вот такая вот штучка небольшая так ну и теперь необходимо сделать инициализатор для наших этих переменных пишем и нет давайте дикшонари будет у нас приходите на из дикшонари поехали берем значит твит и дэнэш твит и дэнэ он находится если судя по этой штуке твит и дэнэ находится сразу у нас в корне так сказать дерево поэтому просто пишем дикшонари и дэнэ вот так вот это у нас будет как число и нас номер так и нас номер далее поехали у у нас есть скрин нейм так значит берем значит пишем давайте от и дэ его отдельно сделаем пишем скрин нейм это у нас будет этот же дикшонари где у нас этот скрин нейм вообще находится если мы посмотрим на структуру скрин нейм он у нас находится юзер и здесь есть скрин нейм вот поэтому надо до него достучаться пишем значит юзер так и там здесь сделаем анураб сразу это у нас будет скрин нейм вот так вот скрин нейм это у нас будет как строка стрим дальше у нас есть автор берем переменную автор присваиваем дикшонари автор у нас тоже в юзер находится это у нас просто нейм тоже стрим отлично теперь так автор профайл давайте сразу тоже возьмем так давайте прав с профайлом под попозже а хотя давайте ладно вот тоже возьмем сразу значит профайл берем автор так ну что там автор профайл пик url так только я тут пик из большой буквы хотел сделать у меня с маленькой получился где он находится тоже в дикшонаре ой не в дикшонаре это у нас url поэтому нам надо взять ns url у него там есть трин инициализатор вот и теперь необходимо значит взять вот этот дикшонаре он находится его аватарка в юзер сейчас смотрите значит вот юзер и тут у него должна быть такая штука как профайл вот нам надо вот эту взять профайл image url htps вот картинка здесь как видите она normal идет я хочу взять ее большую то есть там есть small размеры normal medium bigger и са этот thumbnail поменяем ее на bigger поэтому так запомнили где находится так профайл сейчас это дело скопирую юзер так юзер значит достучаться нам надо до этого профайл профайл image url htps вот это дело у нас все будет как как стрим вот и нам необходимо вот этот вот normal png вот это вот последнее слово заменить на bigger то есть видите тут еще до него какая-то надпись есть поэтому создадим отдельную функцию можно в классе если перейдем можно в классе helper я вам делегат создам новую функцию которая будет менять нам вот это вот вот эти вот название значит пишем фанк реплейс так фанк реплейс даже знаете он же это на стринг поэтому сделаем знаете как сделаем его расширением расширен стринг значит также extension стрим вот и сюда за запихнем эту функцию то есть смотрите здесь сюда перейду то что хочу я хочу сюда поставить точку и чтобы у меня появился новый метод реплейс который мне нужен так значит во фанк реплейс значит что у нас таргет например перемена то есть это целевая строка это у нас трин ну и какой заменить вис трин напишу вис трин стрим и вернем естественно строку стрим вот вот такая небольшая функция сразу пишем return значит берем стрим так стрим стрим бай реплейсин так сейчас куда-то мне это улетел так стрим бай реплейсин а кюренс из так к юренс из у стрим и какой бы метод взять давайте на раз общем с возьмем значит берем вот этот метод сюда мы передаем target наш наш вот эту вот переменную сюда кидаем вис трин мы передаем вот эту переменную вис трин options что нам надо нам надо взять вот эту опцию и там литерал search вот это выбрать так ну и раньше поставим не все то есть вот такой вот такая вот небольшая такой небольшой метод по замене вот этой строчки сохраню перейду в твит но эти рассмотрите нажимаем реплейс точку ставим так реплейс вот значит что у нас идет у нас там есть вот этот вот нормал пнг нормал . пнг мы его меняем просто на bigger вот если вы эту как документацию откроете то там вот как раз и есть эти размеры можете посмотреть так значит что тут одна скобка и он в раб отлично это у нас по поводу профайла дальше поехали да дальше поехали у нас есть теперь текст о давайте urls и медиа с ними разберемся так они у нас стоят где-то entities но не видите первые стоят поэтому предлагаю их да да вот этого да вот этого распознавания здесь поставить поэтому пишем берем urls это у нас опять будет дикшенари дикшенари значит где у нас находится 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 у нас в entities entities вроде правильно так entities так общем потому что могут ссылки быть могут не быть в нашем твите так значит entities urls значит нам надо вот url взять сюда постучаться сначала постучаться сюда это у нас будет количество ссылок а здесь мы уже потом пройдемся по этим urls и получим нужный нам url для причем каждого вот этого твита поэтому здесь мы пишем urls это все у нас будет дикшенари массив у нас дикшенари ну и медиа теперь у нас медиа это у нас тоже дикшенари находится у нас тоже в entities так давайте все таки наверное вот это entities копируем мало ли что неправильно не правильно ну и они тоже тоже может быть картинка может быть и не будет картинки но находится в медиа и то есть вот у нас entities media и мы здесь пробежимся по нашим вот этим ссылкам где картинки у нас находятся также пробежимся по этим ссылкам display url это вот эти вот отображаемая ссылка но это расширенная ссылка так значит медиа это у нас тоже будет массив и нас дикшенари отлично дальше поехали у нас есть текст time stamp time stamp retweet count давайте начнем с текста поехали значит текст опять у нас будет дикшенари так дикшенари дикшенари значит он у нас сразу находится в тоже в корне так куда-то вон улетел текст это у нас просто будет тоже string ну что такое так теперь у нас есть retweet count retweet count фейворит значит retweet count так retweet count это у нас тоже дикшенари и он у нас находится так туда тоже в корневики поэтому сюда сейчас секундочку это просто скопирую retweet count ставим сюда retweet count это у нас будет int давайте еще сделаем ну если ничего не будет просто будет ноль вот так вот так вот так же сделаем с фейворитс фейворитс каунт это у нас также фейворитс каунт так это у нас сюда идет ну то же самое отлично дальше но у нас остался фейворитт и retweeted значит берем их берем значит retweeted значит посмотрим вот фейворитт это у нас буллеровые значения это сейчас копирую это у нас будет находиться тоже дикшенари retweeted retweeted с булл и по умолчанию он пусть у нас будет этим фоллс то есть понятно да то есть если он не нажал то у нас по умолчанию будет фоллс если нажал то true так же сделаем с фейворитт так и вот сюда перейду это дело скопирую все значит у нас смотрите остался еще таймштамп 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 с ним я позже разберусь итак перейдем в home view контроллер значит здесь что нам надо будет нам надо будет создать перемену war tweets назовем ее так это у нас будет массив наших ой у нас будет массив наших твитов твитов твит и это чтобы дело у нас общем так это задал давайте для наших для нашего это это и ячейки использовать будем self-sizing cell технологию так значит берем рухает так руха и значит у него там есть у ай ты был вью автоматик где меньшим берем то и ты был вью значит и стимой этот пусть автоматом будет высчитывать высоту мы поставим 160 у нас будет высота ячейки 160 отлично так теперь здесь у нас твитов никаких нету просто вернем 0 а иначе а иначе ритурн твитс каунт количество твитов в данный момент 10 идет так следующий метод self wrote это индекс эти этого беру с ним давайте чуть позже здесь значит туду здесь в принципе напишем сэлф твитс мы отдадим наши вот эти твиты вот после того как мы отдадим сделаем сразу тейбл view реллоу дата перезагрузку таблички так ну что теперь необходимо нам создать класс для нашей кастомные ячейки поэтому где у нас тут есть вот сюда нажимаем создаем new файл а ее ссорс кока тач класс ну давайте напишем twitter цел вот так вот пусть будет twitter цел нормально так тут у меня смотрите ошибку там какую-то пишет вот так вот твит да все нормально так что он тут твитс 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 каунт ну да вот так надо этаж общину ладненько перейдем в twitter цел что-то как это я странно назвал twitter цел не нравится мне это название сейчас я ребят давайте удалю ее нею файл хотел назвать твит твитс его вот так вот ячейка твита так значит ладно это создали кстати давайте в твиттер клиент перейдем и где мы печатали респонс наш это дело я закомментирую значит что нам надо нам надо наш вот эти твиты передать в блок success он где-то наверху так точнее вот в значит пишем так нам надо значит будет дикшенери дикшенери это берем значит респонс с нс дикшенери вот вот так вот теперь возьмем наш вот эти твиты твитс значит берем сюда заходим твит так и нет значит если перейдем в модель на смотрите это мы сделали только для одного твита нам надо получить здесь несколько массив твитов поэтому нам потребуется функция которая будет формировать нам массив твитов в зависимости от каунт поэтому назовем фанк так фанк это у нас будет пусть называться твитс так твитс вис рей означено вы принимать принимать у нас она будет дикшенерис так дик дикшенерис это у нас будет нс дикшенери вот и возвращать будет нам массив твитов которого он найдет отлично теперь надо ее сделать класс почему посмотрите марафон алексея так значит берем нам потребуется какая-то давайте сделаем переменную вспомогательную назовем ее tweets это будет массив твитов вот ну и пробежим пробежимся теперь по вот этим дикшенерис значит берем дикшенери ин дикшенерис перейдем в twitter клиент вызовем эту функцию здесь значит вид так надо сохранить что-то он так перестал работать вот вид циры и мы будем сюда передавать наш вот этот дикшенерис вот то есть мы передали вот этот дикшенерис в нашу функцию так вот тут ошибку выдал потому что надо массив здесь поставить давайте напишу не дикшенерис а дикшенерис вот вот так вот эту штуку мы сюда передадим отлично теперь а и вызовем сразу success и просто ему отдадим вот этот твит вот отлично так ошибок нет да хорошо перейдем значит в твит вот значит добиваем эту это дело но лишь нам необходимо пробежать пробежать по всем этим твит твитом значит нам потребуется переменная дополнительно назову твит значит нам необходимо создать сначала твит когда мы пробегаемся для этого dictionary и сюда мы передаем этот dictionary отлично то есть мы вызвали цивилизатор пробежались по одному твиту заполнили эти перемены потом прошел второе твит и и так далее заполняем перемены вот и теперь вот в эту переменную берем твит мы просто добавляем вот эти вот наши твиты вот ну естественно вернем все это дело return tweets все вот такой небольшой такая вот небольшая функция который будет возвращать нам массив твитов в этот в табличку нашу ладненько это сохраню перейдем так перейдем в твит цел знаю что ребят предлагаю сделать вот этот в цел он нас отвечает за показ ячейки его перенесу во views и использовать вот этот в цел как твит цел как скелет для других ячеек то есть смотрите если мы придем на storyboard что это означает мы сейчас вот эти вот все элементы запихнем в наш твит цел и у нас например следующего урока когда будем разрабатывать уже интерфейс для юзера у нас в принципе все это сохранится и чтобы не платить вот эти вот твит цел постоянно эти аутлеты делать мы просто будем наследоваться от этого твит цел и добавлять уже в нужные ячейки там определенные определенные действия для наших элементов в общем вот такой вот смысл так теперь сделаем аутлеты на наши элементы значит у нас там несколько получится аутлетов виквар сейчас это дело скопирую значит первый атлет это у нас будут и этот аватарка пользователя назову ее profile picture image view это у нас просто будет вай и мышью дальше следующий аутлет это будет имя автора так автор name это у нас просто вай лейбл вай лейбл вай лейбл отлично следующий аутлет у нас будет скриннэйм автора это вай лейбл следующий так следующий у нас там по моему сейчас зайду так это это значит пишем следующий у нас будет это будет у нас твит контент так твит контент контент лейбл это у нас вай лейбл следующий у нас будет это время создания аватарки 3 тэйдж лейбл да у нас а это время создания твита извиняюсь лейбл так дальше у нас там есть количество ретвитов и лайков ретвит пишем каунт лейбл это у нас вайл так что у нас еще есть у нас есть две кнопочки феверит батон и ретвит батон будет называться поэтому пишем значит ретвит батон это у нас будет класс уже до феверит батон и фейворит фейворит батон тоже класс делом фейворит батон у нас еще есть медиа и мышь то есть где у нас будет картинка находиться поэтому пишу значит медиа и мышь view это просто лай и мышь view отлично нам потребуется еще твиты наши значит вар твит твит ну и установим этот дитсет обозреватель так дитсет и здесь мы и настроим наш наши поля вот эти так чтобы здесь много чего не писать создадим отдельную функцию фанк давайте назовем ее твит там не знаю сет конфигур вот ничего не принимает ничего не возвращает эту штуку мы передадим сюда просто установим так твит сет конфигур ну поехали значит у нас есть так нам надо взять и дед нашего твиттера поэтому потребуется наверно еще одна переменная назову ее вар твитт д нс намбер мы должны установить значит пишем берем наш этот твитт дм заходим в этот наш твитт и там есть твитт и д отлично так ну и поехали начнем с картинки profile picture с большой буквы пишем profile picture image view берем значит у нашего фрейм у этого фреймворка айф нетворкин есть такой метод с этой мышь так с это имидж вид юрэл и передаем туда картинку нашу так твитт автор профайл пик 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 юрэл отлично теперь немножечко предлагаю сделать ну вид красивенький для в общем скруглить края для нашего вот это имидж юрэл поэтому так теперь надо обрезать clips to bound значение true ладненько теперь поехали теперь разберемся авторный возьмем автор так то у нас там сейчас секунду до возьмем вот это авторный им лейбл текст текст значит берем наш твитт там у него есть текст будет optional стрим то есть текст может быть а может быть его и не будет точнее имя этого автора так поехали дальше у нас там есть следующая автор screen name берем автор screen name label у него свойства текст вызываем надо ему поставить собачку ставим собачку так плюс так значит ну так скобочек возьмем твитт и он там у нас есть свойства у него screen name это у нас будет уже стрим так это по поводу автора теперь берем следующий твитт контент лейбл текст только здесь автор текст значит берем твитт . текст стрим так стрим отлично теперь ретвитт ботон возьмем кнопочку ретвитт ботон значит ретвитт ботон selected заходим в твитт у нас там есть ретвитт и фейворитт берем так фейворит ботон если selected тогда передаем в твитт фейворитт отлично медиа имидж значит медиа имидж view имидж давайте пока нил поставим сниму потом разберемся так ретвитт каунт это мы посчитаем и члэбл и члэбл сделаем позже так значит по настройке пока это все у нас там будет 22 баттона пока что сделан две кнопки функционал функ которую будут иметь пока функционал это ретвитт ботон и фейворитт ботон поэтому пишем фон фанк он так он пусть будет называться ретвитт ботон значит что она будет у нас принимать сендер до фейворитт ботон и ничего не возвращать значит проверяем если сендер selected тогда значит делаем деселект берем сендер даем деселект потом значит твитт там есть у него ретвитт ставим значение false отдаем далее этот каунт значит берем ретвитт каунт лейбл текст значит берем наш твитт . ретвитт вот этот каунт так только давайте это все сделаем string так значит string вот а если нет то пустая строка так это если select то иначе берем сендер у него есть метод select дальше берем опять твитт . ретвитт значение true ставим ну и опять эту штуку берем отлично то есть здесь select то есть выбираем с анимацией вот загоняем в ретвитт значение true ну и здесь изменяем поле вот это по поводу ретвитт также у нас еще favorite button поэтому сразу скопирую назову его он у нас это будет favorite так он favorite button так тоже сендер только здесь уже будет favorite и здесь будет уже favorite каунт лейбл вот так вот и здесь будет favorite так твитт favorite каунт должен быть вот так вот это дело сюда скопирую так все отлично так это у нас две кнопочки только они должны быть и бы action и action 1 и 2 тоже отлично но теперь необходимо связать наши элементы поехали значит заходим main storyboard так откроем вкладочку это так берем выбираем наш вот этот цел так как говорю что мы будем использовать это как скелет значит для ну общий скелет для наших этих ячеек разных значит тогда создадим new файл ios source кока тач здесь выбираем напишу твитт например компакт то у нас будет компактная ячейка так создадим сразу у наследуюсь от нашей вот этой твитт твитт цел отлично это значит сохраню так берут эту ячейку значит так секундочку и ставлю твитт компакт цел переходим где связи и вот наши эти все связи поехали автором name label это вот эта штука скрин это вот это бэкграунд и нету так фейворит батон фейворит батон это вот эта кнопка фейворит каунт лейбл это вот это медиа имидж медиа имидж давайте с ней потом профайл это значит аватарка ретвит батон это вот эта кнопка каунт лейбл это так когда был создан твитт это вот это и сам контент текст это вот это так и у нас остался медиа 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 имидж да это вот это значит берем медиа имидж view и тащим вот на это имидж отлично так и зададим функционал свяжем еще эти кнопки экшенами фейворит батон и ретвит батон берем он фейворит батон ставим touch up inside ну и с ретвитом тоже так делаем touch up inside отлично перейдем в tweet compact cell значит в этом классе сделаем следующее значит если у нас ретвит и фейворит больше нуля значит у нас есть ретвит и фейворит если нету тогда просто пустое будет значение поэтому значит нам надо сделать override функции нашей tweet который там 30 конфигуры вызовем супер так супер вот эту штуку так значит поехали берем ретвит лейбл ретвит каунт лейбл точка текст значит если у нас твит 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 ретвит твит ретвит твит ретвит каунт вот это тут вот а иначе просто пустой текст вот ну и так же с фейворит сделаем пишем значит фейворит каунт лейбл текст берем значит если твит фейворит каунт у нас больше нуля тогда тогда берем твит нашего фейворит фейворит каунт вот а иначе пустая строка вот ну вот в принципе вот такое дополнение то есть вот мы используя вот это скелет расширили наш вот этот класс снова ячейка который называется компакция отлично теперь перейдем в main storyboard я не помню установил так сейчас секундочку посмотрю тут так класс я выставил сейчас проверю что все нормально home cell ну вроде все отлично перейдем в home view контроллер это дело я уберу здесь значит что делаем здесь значит меняем вот этот элемент на наш твит компакт так где он тут так твит компакция здесь мы просто делаем цел твит и передаем твит по индекс патчу ру по индекс патчу ру отлично так здесь мы все установили ну и предлагаю запустить посмотреть что у нас и всего этого вышло и так ребят запустилась наше приложение как вы видите подгрузилась лента с картинками все кроме даты значит кнопочки вот лайки и ретвиты тоже подгрузились вот кнопочки наши эти работают и заметьте видите здесь так сейчас покажу на каком-нибудь вот видите здесь где лайк здесь строка пустое себя поставлю лайк ну и потом дизлайк сделаю здесь уже значение 0 и вот как мы в тех классах писали вот это вот вот эти ссылки кстати которые приходят к нам по которым мы можем пройти на новость нужно итак ребят на этом уроке закончу увидимся в следующем уроке продолжим там разрабатывать дальше наша это таймлайн новостную ленту все всем пока